Всем привет, с вами Игорь. Сегодня второй тест моего солнечного коллектора. Вот. Вот сейчас слышите, может, не знаю, слышно, не слышно. Вентиляторы работают. Включился он где-то час назад. Ну, еще 12 часов только сейчас, то есть дальше будет еще теплее, но должно быть. Солнце сейчас вот такое, видите. Не то, что солнечно очень, но немного есть. Ну, такие облачки такие. Есть тучки. Вот такое солнышко сейчас. Сейчас пойдем посмотрим, что там у нас по температурах. Так, и так я возле термометра своего. терморегулятора китайского. Отдлинил я датчик, вот видите, да? Туда все провел наверх. Потом еще покажу, как я наверху там сделал. Вот. И сейчас у нас градусник показывает 37 градусов. вот. Случилось то, чего я больше всего и боялся. Что мои вентиляторы супермощные не смогут удержать температуру в пределах, ну, я рассчитывал хотя бы до 30 градусов. Вот сейчас растет, видите, температура, потому что немножко солнышко вылезло из-за тучки. И оно, видите, при включенных вентиляторах вот как быстро растет температура. То есть вентиляторы не справляются. Можно сказать, что не справляются. Я не знаю, какие надо еще ставить вентиляторы сюда, чтобы они справились. Вот. Кто не знает, вот мои вентиляторы обдомовент 125 это диаметр. 188 метров кубических. Представьте себе, два штуки. 188 метров кубических. Это 16 ватт он тянет на 220. Вот. Ну, я не знаю, я не знаю, какие еще по мощности сюда надо ставить вентиляторы, чтобы они удерживать. Посмотрите, уже 40. Уже 40 градусов. Вот снизу тут вот я трубы сюда завел. Вот. вот это у меня выброс отсюда воздуха. То отсюда идет довольно теплый воздух. Так реально теплый? Ну, 40 градусов. Понятно, что он не будет холодный. А отсюда у меня всас. Всас идет отсюда. Решил снизу сделать забор воздуха. Там мне много писали некоторые там подписчики, зрители варианты предлагали подключение от этих вот ну там надо было кто-то там было три аж варианта. Кто-то говорил, что надо было снизу обе трубы поставить. Потом был вариант еще всасывающая снизу, а выбрасывающая возле потолка. Вот. И наоборот. Выбрасывающая снизу, а всасывающая возле потолка. Вот такие варианты были, но я остановился все-таки на вот таком вот варианте, когда и всасывающая и выбрасывающая снизу. Вот. Сейчас еще теплее воздух, наверное, солнце более так. Трубы у меня вот, видите, 110. Вот эта труба реально теплая такая на ощупь, да? Ага. Она может быть даже этой трубе передавать, может сюда впихнуть какую-то фольгу, что ли? или не надо? Ну, на 110 труба, я не знаю, какие сюда еще надо ставить трубы, чтобы оно нормально продувало. У нас на работе стоят трубы вот такие вот тоже на 110, на 110 на вытяжку, на вытяжку стоят вот такие вот трубы и по них там вытяжка такая трехфазная, стоит мотор там больше киловатта, я не помню, или даже два киловатта, мотор стоит и тянет по таким трубам стружку, стружку с-под фуганка, с-под рейсмуса, тянет стружку с-под фрезера, вытягивает. То есть этой трубы, ну, диаметра, если ее достаточно, чтобы стружку протягивать по ней, вытяжка, то я не знаю для коллектора какие еще толще ставить трубы или мощнее вентиляторы, чтобы они могли удержать. О, посмотрите, уже 48. Уже 48 и температура растет. То есть вентиляторы эти, они что есть, она их даже коллектор и не чувствует. Вроде такое впечатление. Не, ну, конечно, без вентиляторов сейчас бы тут уже было градусов 70, но все равно сейчас 50, это разница такая, ну, я не знаю, какие сюда еще надо ставить вентиляторы, какая получается эффективность КПД, если у меня, ну, сейчас на улице примерно около 10 градусов, в коллекторе 50, датчик у меня сверху стоит, в самом верху коллектора, то есть это максимальная температура коллектора возле вентиляторов высасывающего из коллектора, там датчик стоит, вот видите, уже 49 градусов, поток воздуха, ну, поток воздуха, там, чтобы кто-то не думал, что он слабый этот поток, вот я вот сейчас поставлю, вот смотрите, видите, видите, какой поток, оно его просто отпихивает, ну, видите, то есть поток довольно-довольно сильный, довольно сильный поток, так, чтобы сказать, что оно не дует там, или слабо дует, я бы не сказал, что оно слабо дует, оно очень даже и прилично дует, очень даже прилично, таким, ну, теплым, ну, 50 градусов воздух, понятно, тут всас у меня, я его специально развернул в разные стороны, чтобы оно, ну, не брало теплый воздух, не засасывало в него, вот, так что я не знаю, вот, получается, что таких труб и таких вентиляторов даже мало, даже мало от таких вот вентиляторов, и, не знаю, вентиляторов или труб, ну, вроде бы, у меня тут все с запасом, оно стоит, такие, ну, достаточно толстые, все, и вот, посмотрите, вот, видите, 49 градусов, ну, 50 градусов, 50 градусов, это еще солнце, практически, оно там под углом светит, то есть, в часа два, ну, сейчас около 12, в часа два еще будет оно прямее светить на коллектор, это значит, еще температура повысится, и там, такие, ну, облачность такая, ну, видели, да, такая, рябь, значит, то есть, небо не чистое, и все равно 50 градусов в коллекторе, хотя я рассчитывал, что, мои вентиляторы удержат температуру в районе 30-35 градусов, 30-35, ну, это был бы максимальный КПД, в таком режиме, а вот видите, вот, сейчас уже солнце немного зашло, вентиляторы начинают охлаждать коллектор, 48,8, 48,7, падает температура, вот, и 6, вот такие вот делишки получаются, вот такой тест номер 2, показал, что, такие диаметры труб, или вентиляторы, недостаточны, недостаточно, наверху у меня, ну, под потолком там, на крыше, то там еще, гофра она еще толще, это самая узкая часть, вот эта вот труба получается, на 110, самая узкая, вентилятор 125, гофра 130, вот эта труба 110, но она везде прямая, без всяких там колен, единственное, что вот здесь вот только, два таких колена я поставил, чтобы развести, как бы эти трубы в разные стороны, вот так вот, такой вот получается тест у меня, да, в такой вот, сейчас выйдем еще, посмотрим, какое там солнце на улице, вот, сейчас я на улице, вот, видите, солнце где, вот оно, там он солнце, и оно такое, в дымке, в такой вот, хотя дальше уже вроде бы, туч нет, но сейчас оно, закрыто вот такой вот, дымкой, как бы, вот такое, не яркое совсем, может сейчас, пройдет, оно еще теплее будет, ладненько, пишите в комментариях, что вы думаете, какие еще тесты, хотели бы увидеть, но я буду и дальше, снимать, тестировать в разную погоду, там, яркое солнце, не очень, при разных температурах уличных, все, всем пока, до следующих видео, я, я, Продолжение следует...